Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Добрый вечер, рад вас видеть. ВВС обстреляли, ВВС или израильская армия, скажем так, обстреляла позиции Ирана в Сирии. Давайте начнем все-таки с того, что, знаете, своя рубашка ближе к телу. Что происходит у нас? Что обстреляли? Почему днем? И как бы в чем необычность вот этого, так сказать, мероприятия? Ну, несколько моментов говорят о необычности, об особенности. Кстати, я хотел бы подчеркнуть, что Израиль до сих пор не взял официальной ответственности за произошедшее. И у меня есть подозрение, что не возьмет, потому что, ну, мы сейчас обсудим с вами обстоятельства. И так, как вы совершенно справедливо заметили, была поражена цель иранская, цель иранский объект на территории Сирии. Однако, западные источники сообщают о том, что в данном случае использовалась не ракета, пущенная с самолета, а ракета, пущенная с корабля. В результате этой атаки погибло три боевика из Баллы, при том, достаточно высокопоставлено. Сколько я понял, речь идет о офицерах из Баллы. В этой связи, конечно, накануне еврейского Нового года мы посмотрим, как будут развиваться события. Я не знаю, было ли это намерено или это случайность, но, тем не менее, то, что вот сейчас произошло, Израиль, подчеркиваю, официально не берет на себя ответственность за случившуюся теперь. С точки зрения оперативной... Да, а в чем особенность? Почему вы так подчеркнули, что с корабля? То есть, какая разница? Я объясню. Я объясню. С точки зрения оперативной, так сказать, целесообразности. Израилю всегда намного проще действовать, конечно же, силами ВВС. Однако, ну, то, что у Израиля очень высококвалифицированы ВВС, это общеизвестный факт, и это бесспорно, и подтверждено многими бесконечными успешными боевыми операциями. Однако, ничто не может заменить военным в плане их профессиональной подготовки реальный боевой опыт. Никакие учения, ни обучения, ничто. Боевой опыт – это бесценный, так сказать, фактор в плане качества. Поэтому Играрное командование периодически принимает решение задействовать другие рода войск для того, чтобы в боевых условиях проверить их уровень профессиональной подготовки. И последнее время, ну, скажем так, лет 15 все больше и больше возрастает значение военно-морского флота для концепции глобальной национальной безопасности для Израиля. Кстати, и престиж службы в военно-морском флоте на сегодняшний день, он не уступает военно-воздушным силам. И, кстати, самый престижный курс, который существует в израильской армии сегодня – это курс капитанов боевых кораблей. Не курс летчиков. С точки зрения как-то тяжело попасть, как-то тяжело учиться, какой-то мацев – это вот интересный момент. Так вот, Израиль периодически использует боевые корабли для того, чтобы проверить выучку личного состава, качество техники в боевых условиях. И вот то, что сейчас произошло, я думаю, что это вот об этом. Потому что то, что можно было и самолетами, так сказать, по привычке, поразить те цели, о которых мы говорили, безусловно, это так. Вот, поэтому, ну, единственное преимущество, которое дает возможность использовать подобные ракеты, ну, полностью нивелируется, ну, даже априори, возможность потерять самолет, потерять качество состава, понятно, что... Я не знаю, была ли это причина, может быть, там стояли какие-то особо навороченные системы ПВО, но мне это кажется очень маловероятным, как версия. Ну, там их откуда им взяться, там максимально... Может быть, Россия поставила там С-400, хотя наши летчики с С-400, как выяснилось, умеют, так сказать, обращаться. Но, тем не менее, может быть, какие-то были особые условия профессиональные, допустим, рельеф местности, какие-то еще обстоятельства, о которых мы можем лишь представлять. Но я думаю, что все-таки первопричиной здесь была идея использовать... Поддержка боевой готовности, Григорий. Я хотел бы задать очень короткий вопрос, именно вот не как к офицеру, а как к военному историку. Нам очень часто, когда мы рассказываем там об очередном ударе по объектам Ирана в Сирии, нам говорят, вот как же вы вот бомбите там независимое государство и так далее, и так далее. Можно буквально несколько слов? То есть, ну, во-первых, как бы, Израиль до сих пор находится в Сирии в состоянии войны, если я правильно формулирую, как бы... Значит, давайте очень бегло... Да, и вообще, как это все? Кто на кого напал, а? Очень бегло хронологию событий. Значит, в ноябре 47-го года в ООН было голосование о том, что вот эту территорию, на которой сегодня находятся Израиль и палестинская автономия, нужно поделить на два государства – еврейское и арабское. И евреи эту идею с радостью поддержали, этот, так сказать, эту резолюцию, да? Арабы эту резолюцию в гневе ответили. И в тот момент, когда британцы по решению ООН вывели отсюда свой экспедиционный корпус, то сопредельные арабские страны, шесть государств объявило Израилю войну и ввели сюда свои экспедиционные корпусы. И Израиль воевал с Египтом, с Иорданией, с Ливаном, с Сирией, с Ираком и с Алжиром. То есть это еще даже трудно было назвать государством Израиля. То есть оно только-только было провозголшено. То есть там государства толком не было. Дело в том, что это такой вот тоже момент. Об этом сейчас немногие помнят, но трансформация Аганы, основной военной силы, которая была у евреев здесь на тот момент, которая исчислялась примерно, но, смотря как считать, там от 30 до 50 тысяч человек она имела потенциально. Однако вот эта вот трансформация этой Аганы в армию, она происходила под прикрытием Пальмаха. Пальмаха это был единственный активный оперативный резерв, который был на тот момент у евреев здесь. Это примерно 2,5 тысячи человек. Это 4 батальона. Вот под прикрытием этого Пальмаха в первые вот несколько дней происходила трансформация Аганы в регулярную армию. И сделано было с феноменальной быстротой, на самом деле, учитывая, в общем, уровень развития того, что стало потом еврейским государством. Так вот, на сегодняшний день часть из государств, которые граничат с Израилем, такие, например, как Иордания, такие, например, как Иерусалим, имеют с Израилем мирный договор. И что-то я не припомню, что когда бы то ни было, за последнее время Израиль нанесил удары по территорию Египта или по территорию Иордании. Однако ни с Ливаном, ни с Сирией мирный договор не подписан. Поэтому формально мы находимся в состоянии войны. И мы знали различные периоды, когда эта война питала абсолютно ощутимые формы. Например, когда в результате постоянных, бесконечных, кровавых террористических атак в начале 80-х годов на север Израиля, когда Израиль предпринял операцию «Мир Галилеи», то в рамках этой операции шли активные кровопролитные бои между израильскими вооруженными силами и, например, сирийскими подразделениями. И, кстати сказать, если в воздухе израильтяне били сирийцев в нокаут, то на суше бывали разные ситуации. Бывали ситуации, когда израильские войска попадали в засады, внесли потери, а в том числе и были пропавшие без вести. То есть там по-разному складывалась ситуация. Хотя в целом, ну, Первая Ливанская война в военном отношении, естественно, Израиль достиг тех задач, как он перед собой ставил. Другое дело, что политически мы, как часто это бывало, у нас не смогли интерпретировать военные успехи в политические достижения. Да. Хорошо, давайте перейдем тогда к обстрелам, которые, так сказать, второй ракетной атаки, которая была сегодня, значит, которая обсуждается гораздо более живо, чем обсуждается атака Израиля на Сирию. Я имею в виду обстрел Севастополя и поражение двух кораблей. Кстати, потом передали, что еще катер подбили, но это уже, так сказать, в другом месте. Значит, он тоже был потоплен. Значит, повреждена подводная лодка и военный корабль. Что это было? Ну, вы знаете, я думаю, что мы сейчас наблюдаем беспрецедентную военную операцию, аналогов которой мы не знаем в истории. Почему я так пафосно об этом заявляю, я сейчас объясню. Во-первых, она готовилась очень давно, месяца два как минимум. И вот эти все действия украинских войск для того, чтобы расшатать систему ПВО на территории Крыма и юга театра военных действий, это было вот все направлено на то, чтобы там уничтожена была установка С-400, как вы помните, другие различные действия там проводились, уничтожались. Станция раннего оповещения, локационные объекты. Это все делалось для того, чтобы была возможность следовательной операции. Теперь я хочу напомнить, что Украина государство, которое по факту не имеет военно-морского флота. Однако не имея военно-морского флота, она потопила уже более 20 российских кораблей, в том числе и флаг лейсера Москва. Украина не имела технических возможностей и не имеет наносить удары по российским подводным лодкам. Российские же подводные лодки постоянно терроризируют мирные города Украины, запуская из подводного положения ракеты по территории Украины, как мы знаем. Кстати, между прочим, есть в мире всего три государства, которые в состоянии наносить ракетные удары с подводных лодок и с подводного положения. Первое – это государство Соединенные Штаты, второе – это государство Россия. Прошу прощения, извините, я оговорюсь. Крылатыми ракетами. Тут маленький оговор, крылатыми. Так вот, третье государство, которое может из подводного положения крылатой ракеты нанести удар с подводной лодкой по наземной цели, как вы думаете, что это за государство? Боюсь, что это Израиль. Ну, или Люксембург. Как бы удобнее считать, да. Это Израиль, да. Вот, так вот… А что, извините, а что германский флот, обладающий мощным подводным флотом, они не могут наносить такие удары? Ни британцы, ни британцы, ни немцы, именно крылатыми ракетами из подводного положения, они имеют такое отношение. Я очень хорошо помню эту историю, когда Израиль впервые это сделал, с каким пафосом об этом, в общем-то, сообщали наши журналисты. Ну, и, в общем… Честно говоря, мне это очень удивительно по одной простой причине. Дело в том, что, так сказать, флагманские подводные лодки, самые, так сказать, мощные израильские, это дельфины, это все производства Германии, так что… Да, но Германия… Ну, у немцев они такие же. Да, но Германия не имеет военной доктрины, которая бы оправдывала применение крылатых ракет. То есть у них же совершенно оборонительная доктрина, а крылатая ракета, в данном случае, это абсолютно наступательное оружие. И сделал это Израиль совершенно понятной единственной целью для того, чтобы иметь возможности воздействовать на определенное государство на Санкт-Петербургском Востоке, которое прогласило главной своей целью уничтожение нашего маленького, скромного, но гордого еврейского государства. Гордого на всю голову, забыли сказать. Да, гордого на всю голову, да. Да. Вот. Но вернемся теперь к Украине все-таки. Так вот, сложнейшая операция. Использование комплексного фактора огневого поражения как ракет «Стромшедл», которые запускались с воздуха, так и дронов «Камикадзе» надводных, которые в водном положении осуществляли поражение. Ну и по факту, что мы видим, подводная лодка, которую иначе никак не могли достать украинцы в доке, повреждена, собственно, ну, уничтожена. Давайте называть вещи своими именами. Я не думаю, что до конца войны она будет остановлена. Потому что для того, чтобы ее остановить, нужно сначала достать из этого дока и перетранспортировать в другой, да. Само по себе еще та задача, да. Ну и по старой доброй традиции Украина выбивает российские десантные корабли. А зачем они это делают? А потому что мы в ближайшее время станем свидетелями оперативного окружения Южной Крымской группировки российской армии. И в данном случае каждый такой десантный корабль будет навязован для того, чтобы попробовать наладить снабжение вот этой огромной Крымской группировки. Так что это все не случайно. Это все такая мощная пощечина в престижу российской армии, российского военно-морского флота. Ну и, в общем, я думаю, что в историю войн эта операция войдет как без принципа. А ну, кстати, непонятно. Я вот видел сообщение о том, что эти ракеты были запущены с самолетов. По крайней мере, в части, да. Нет, ракета с 46 лет, она запускается с самолетами. Одна из причин, почему так ее осторожно и аккуратно применяют украинцы. Во-первых, их немного количественно. Ракета очень дорогая, их не так уж много дали. Никто не знает, сколько, но понятно, что... А во-вторых, ну, у нее радиус там 220 километров, но для того, чтобы ее запустить, нужно поднять самолетов, для него опасно в воздухе. Этих самолетов у Украины несколько десятков всего лишь. Поэтому для каждого такого применения это превращается для Украины в такую сложную военную операцию, когда нужно иметь фактор внезапности, прикрыть эти самолеты с определенной дистанции, чтобы они успели уйти, чтобы россияне не подняли истребители и так далее. То есть это довольно сложно, потому что этот самолет, кажется, получается на их зону. И, судя по всему, в этот раз это удалось. Григорий, последний, в общем-то, можно сказать, вопрос. Завершилась встреча, так сказать, братских лидеров Владимира Путина и Ким Чен Ына. Обнимашки, все в порядке. Значит, Ким Чен Ын предложил дружить вечно. То есть все было красиво. Особенно понравилась многим встреча, происходила на космодроме. И совершенно случайно Путин там встретил девочку, девятиклассницу, с которой он встречался до этого. И она случайно там проходила по этому военному региону. Абсолютно. Там же, ну, как не взяться девочке с средней полосы России. Так что все было очень здорово. На ваш взгляд, что вообще означало эта встреча и каковы ее итоги? У этой встречи есть одно название. Название в одно слово. Это слово боеприпасы. Дело в том, что в Северной Корее огромное количество боеприпасов, которые были изготовлены еще в Советском Союзе. Но у них и собственное производство непрерывно. Они клепают, по-моему, до сих пор. Это не сравнится с тем количеством боеприпасов, которые в Советском Союзе направлены. То есть мощности корейской промышленности и советской военной промышленности они не составили. То есть там количество боеприпасов колоссальное. До какой степени будут согласны корейцы за деньги, опустошать свои склады? Ну, тут мы посмотрим, насколько алчность победит агрессивность. Это интересный вопрос. Но для Путина очень важно насытить свою армию боеприпасами именно советского образца. Но это же старье. То есть это боеприпасы, которым там по 40, по 50 лет. Они еще пригодны к употреблению? Ну, если танки снимают с хранения, которые изготовлены в 50-60-е годы, то чего? Смотрите, они... Часть пригодна, часть менее пригодна. В любом случае, на этот фактор уже меньше сейчас обращают внимание. Ну, будет что-то взрываться, что-то не взрываться. Кому там... Кто когда там считал личный состав? Ну, то, что можно будет... Что-то взорвется в стволах, да? Да, что-то не взорвется вообще. То есть на это не очень будет обращать внимание. Это будет идти по очень низким ценам. Понятно, что это уже, так сказать, класса С с точки зрения качества. Однако для Путина это очень важно. И важный еще момент. Надо понять, что подобное соглашение не может быть подписано в Северной Корее без одобрения Китая. Потому что на сегодняшний день Северная Корея существует в том формате, как она существует только из-за того, что Китай считает, что это им выгодно. В порядок причин. И тут возникает следующий вопрос. Если мы сейчас, по сути, говорим, что эта война, она уже находится на Ближнем Востоке. Уже из Европы она расползлась на Ближний Восток. Она расползлась в Африку. Да? То есть сейчас она расползается на Дальний Восток. По сути, да? А как себя поведет Южная Корея? Промышленный гигант. Она будет в противовес Северной помогать Украине? Но если так, тогда... В общем, это... Размен неполноценный. Потому что Южная Корея имеет могущественную оборонную промышленность и выдающееся тяжелое машиностроение. Их автофром, который мы видим, это ошметки их тяжелого машиностроения и их оборонной промышленности. Их подводные лодки одни из лучших в мире и боевые корабли. И танки четвертого поколения корейцы тоже выпускают. Так что кроме боевых самолетов в принципе весь ассортимент от стрелкового оружия до дронов. Поэтому посмотрим, как Южная Корея себя поведет в данной ситуации. Вы знаете, есть еще... Вот я говорил сегодня утром с Юрием Табахом, с Гарри Юрием Табахом, капитан первого ранга ВМФ США в отставке. Он предполагает, что интерес Ким Чен Ына это не только деньги. То есть, нет, деньги это, конечно, здорово, деньги хорошо. На самом деле, вот честно, деньги ему не очень сильно нужны. Чего ему с ними делать? Да. А вот то, что он считает, что взамен он потребует что-то еще. В частности, он предполагает, что какие-то технические возможности, какое-то обновление для своей ядерной промышленности, которая, в общем-то, тоже жутко устаревшая еще до потопных 70-х, 80-х годов. Ну, я не думаю, что деньги настолько малозначимы для Северной Кореи, где народ на грани голода доведен светлым социалистическим будущим, да? Я думаю, что как раз деньги им нужны, им нужно сырье, технологии, может быть, технологии нужны, но смотрите, Россия сейчас находится в такой ситуации, что они готовы платить, как говорится, по габарскому счету за все, что им нужно для продолжения войны. То есть, чтобы этот костер войны пылал, я думаю, что Путин за ценой не постоит. Да, вероятно. Григорий, спасибо, спасибо большое за этот интересный рассказ. Подписывайтесь на канал Григория Тамара. И, кстати, вот «Война войной», замечательный фестиваль «Тысяча и одна ночь» будет в конце этой недели. Проводит его Григорий Тамар. Рыцарские бои. Что там еще будет, Григорий? Ну, там будут и рыцари, и прекрасные девушки, которые будут танцевать танцы живота, и грузинский коллектив, который будет из солнечной Грузии к нам прилетает, будут петь грузинские песни. И прилетают к нам рыцарки из Украины скрестить клинки на рыцарском турнире с израильскими коллегами, так сказать. И прекрасная аравская кухня. То есть, все, как мы любим. Ну что ж, господа, 16-го и 17-го, да? 16-го, 17-го сентября и милости. Ну, ссылочку мы дадим. Ну, не все же о политике, правда? Всего доброго. До свидания. Всем израильтянам шана тува. Ну, и сочувствующим тоже. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова